Добрый вечер, уважаемые телезрители! Это телеканал Огненск ТВ, программа «Власть» и я и ведущая Марина Янкина. Сегодня гость нашей студии – заведующая отделением новых медицинских технологий МРНС имени ЦИБА Марина Викторовна Киселева. Марина Викторовна, здравствуйте! Добрый вечер! Поддерживаете ли вы включение процедуры ЭКО в программу ОМС? Так сегодня звучит наш интерактивный опрос. Уважаемые телезрители, принимайте участие в нашем опросе, голосуйте, высказывайте свое мнение. Также вы можете поучаствовать сегодня в нашей беседе. Сегодня у нас прямой эфир. Номер телефона нашей студии – 3944-332. Звоните. Также вы можете воспользоваться интернет-коммуникациями. Заходите на наш сайт www.ognensk.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопросы гостю». Марина Викторовна, с вашего позволения я иду наших телезрителей в курс дела и расскажу пару слов о вас. Марина Викторовна Киселева – доктор медицинских наук, профессор, человек, который сделал доступным проведение процедуры ЭКО в нашем регионе, основатель первого в России Криобанка биологического материала онкологических пациентов, которым планируется специализированное лечение по поводу рака. Спасибо. Марина Викторовна, расскажите, что из себя представляет сейчас отделение новых медицинских технологий? Отделение новых медицинских технологий было создано в 2006 году по инициативе и с поддержкой, безусловно, нашего директора, академика Анатолия Федоровича Циба. Анатолий Федорович был идейным вдохновителем создания такого подразделения и перед нами была поставлена задача о разработке, внедрении новых медицинских технологий в лечении и патологии органов репродуктивной системы. Сюда относятся заболевания гинекологической сферы женщин и молочной железы. И вот как-то занимаясь этим, у нас появилась идея сохранения репродуктивной функции сначала у онкологических больных, а потом и у пациентов, страдающих бесплодием. Предлагаю перейти к разговору об ЭКО. Что такое ЭКО и как происходит оно? ЭКО. Аббревиатура эта расшифровывается как экстракорпоральное оплодотворение. Экстра – это вне тела, корпус тела, оплодотворение. Это та процедура, которая позволяет супружеским парам, страдающим бесплодием, иметь в будущем детей. Марина Юрьевна, а много ли семей обращаются к вам из нашего города, из региона? И в списке ожидания много ли? Безусловно. На сегодняшний день я хотела бы сказать, что у нас около 20% пар супружеских страдают бесплодием. И распределение среди категории бесплодных пар мужского и женского фактически сравнялось. У нас в прошлом году мы помогли порядка, наверное, 350 женщинам, чуть даже больше из других еще регионов, около 400 женщинам, обрести радость материнства. В этом году у нас бесплатно получили помощь 150 женщин Калужского региона и порядка 40 женщин из других регионов нашей страны. Марина Юрьевна, как происходит получение яйцеклеток? И если это невозможно получить яйцеклетки, что делать? Существуют специально утвержденные приказы по стимуляции женщин в программе ЭКО. Производится, женщинам назначаются специальные препараты, под воздействием которых у них созревает не одна, как заложена природа, а несколько яйцеклеток. Эти яйцеклетки потом мы получаем, у них врачи-репродуктологи, и уже в лаборатории они искусственно оплодотворяются спермой мужа. Таким образом мы получаем здоровые эмбрионы, которые потом переносятся опять в организм женщины. А если невозможно получить яйцеклетку? Бывают такие случаи, что функция яичников у женщины очень снижена. Так, например, у онкологических пациентов, поскольку опухоль оказывает иммуносупрессивное действие на авариальную функцию, на функцию яичников, и у них не происходит созревание яйцеклеток в связи с наличием онкологического процесса в организме, то тогда возможно использование донорской яйцеклетки. И такие случаи у нас тоже есть. Достаточно успешно решается и эта проблема. Марина Викторовна, вот Вы сказали о стимуляции. А какие осложнения могут возникнуть в результате стимуляции? Осложнения достаточно разные, но, как правило, прежде чем женщину начать стимулировать или взять в ту или иную программу, предусмотренную приказами Минздрава, мы обязательно с ней обсуждаем все возможные осложнения, обязательно подбираем ей специальные препараты. И вот за те годы, что мы сейчас работаем, у нас осложнений фактически не было. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня гость нашей студии, заведующая отделением новых медицинских технологий МНЦ имени ЦИБА, Марина Викторовна Киселева. Марина Викторовна, что делать, если у мужчин плохие показатели? Ведь бывает же так, что не только проблемы с женским здоровьем. Да, я уже говорила, что, к сожалению, сегодня мужское бесплодие даже обгоняет женское. Но у мужчин все гораздо проще. На сегодняшний день существует очень много технологий, которыми владеют наши эмбриологи, позволяющие даже при наличии одного сперматозоида использовать его в качестве оплодотворения яйцеклетки и в последующем рождении здорового ребенка. Марина Викторовна, а вот я хотела у Вас спросить. А скажите, пожалуйста, а почему же так происходит, что сейчас столько много пар испытывают вот такие проблемы с зачатием? Были ли такие проблемы, например, лет 10 еще назад? Я хочу сказать, что, к сожалению, бесплодие в процентном отношении, я не останавливаюсь конкретно на мужском или женском, но оно очень быстро растет. Возможно, это связано с низкосексуальной культурой нашего населения, потому что к нам приходят женщины с хорошим анамнезом уже прошедших воспалительных процессов. То же самое касается и мальчиков. Вероятно, это какие-то недоработки или в семье, или в школе. Кроме того, у нас повысился уровень онкологических процессов. Поэтому сказать сложно, этот процесс достаточно многофакторный, но, тем не менее, мы с каждым годом регистрируем все больше и больше увеличение количества бесплодных браков. Марина Викторовна, как происходит переносе эмбриола и процесс облаготворения в целом? Процесс облаготворения при ЭКО происходит в лаборатории. Наши эмбриологи следят за этим процессом в специальных инкубаторах. И затем, когда эмбрион достигает определенного дня развития, он переносится под контролем ультразвука, обязательно переносится в полость матки женщины. А если получили более двух эмбрионов, что делать с оставшимися? До недавнего времени, когда мы могли переносить женщинам и три эмбриона, и пять, и вы знаете, что в нашей прессе очень широко обсуждали случаи рождения шестерых детей, и пятерых, и четырех. Но в 2015 году вышел приказ, согласно которому перенос больше двух эмбрионов сопряжен с опасностью для жизни женщины и плода, и больше двух эмбрионов мы сегодня не переносим. Если у женщины мы получили эмбрионов, а так бывает иногда и 9, и 10, и 15, то тогда мы предлагаем эти эмбрионы криво консервировать в нашем банке. Это на выбор семьи. Семья подписывает эти документы вместе, и супруг, и супруга, и они сами делают выбор в пользу того или иного метода. Но хочу вам сказать, что нам очень приятно, что в Калужской области очень много добрых, хороших людей. Нам иногда наши мамочки, которые уже родили своих детей, у них остались эмбрионы, они звонят, приводят своих подруг, дарят им эти эмбрионы, и, в общем-то, радость материнству и другой семье благодаря близким, друзьям, соседям и так далее. Вот хотелось бы отметить, это очень такой эмоциональный, положительный шаг, и мы всегда этому безумно рады. Марина Ильична, возможно ли определить пол будущего ребенка? Вот вы занимаетесь этим уже давно. И, наверное, это самый распространенный вопрос среди мам и пап. Да, это достаточно распространенный вопрос, и вы прекрасно знаете, например, в Китае этот вопрос дебатировался на государственном уровне, и там жестко лимитировалось рождение мальчиков или девочек, вы все это прекрасно знаете из нашей прессы. Мне хотелось бы сказать, что селекция пола, конечно же, возможна. Но на сегодняшний день эта процедура у нас в Российской Федерации запрещена, и она используется только в тех случаях, по медицинским показаниям, когда необходимо рождение здорового ребенка у людей, страдающих заболеванием, сцепленных с полом. Вот только в этих ситуациях. А так, вот ради желания, пока на сегодняшний день в Российской Федерации это не разрешено. Марина Ильична, хотелось бы спросить, какова же эффективность процедуры ЭКО? Эффективность процедуры ЭКО во всем мире колеблется порядка чистого традиционного ЭКО 33-38%. В нашей лаборатории тот же самый процент. Но мы должны с вами совершенно четко понимать, что каждая третья женщина у нас беременеет, но рожает лишь каждая четвертая. То есть существуют перинатальные потери во время вынашивания плода. Они могут быть связаны с различными причинами. Нет, она беременеет, но там, предположим, какие-то развиваются процессы, сопряженные с гибелью плода. Это статистика международная, это статистика Российской Федерации. И, в общем-то, мы не выпали из общего числа, наблюдаемых по стране. Марина Ильична, я сейчас вам задам вопрос, чтобы самой понимать. Потому что некоторое время назад я смотрела передачу, которая говорилась о той теме, которую мы сейчас обсуждаем. И в том числе люди говорили о том, что детки, которые рождаются после процедуры ЭКО, несколько отличаются по здоровью от детей, которые были зачаты естественным путем. Так ли это? Да, я хотела бы вам сказать, что, конечно же, это очень частые вопросы. Это, в общем-то, переживания родителей, да, будущих мам и пап, а здоровы ли будут дети, которые появятся в результате процедуры ЭКО. Но я хотела бы вас всех успокоить и заверить, что в Российской Федерации был создан регистр детей, рожденных после программы ЭКО. И там количество заболеваний ничем не отличается от популяции, от таких же детей, рожденных физиологическими методами. А расскажите, как получить эту процедуру ЭКО можно? На сегодняшний день в Калужском регионе эта процедура обеспечивается нашим жителям бесплатно и любому жителю Российской Федерации. Есть, существует приказ Минздрава Российской Федерации номер 107N, по которому женщина, страдающая бесплодием, имеет право на бесплатное ЭКО на территории нашей страны. И в нашем институте мы четко придерживаемся приказа Минздрава. И если вы идете на традиционные ЭКО по медицинским показаниям, то вы эту квоту получаете очень быстро в Департаменте здравоохранения Калужской области. И ни разу еще никаких проволочек мы не наблюдали. Нашим телезрителям я напомню, что сегодня гость нашей студии заведующий отделением новых медицинских технологий МРНЦ имени ЦИБА Марина Викторовна Киселева. Сегодня у нас прямой эфир. Вы можете поучаствовать в нашей беседе. Сегодня номер телефона нашей студии 3944332. Также вы можете воспользоваться интернет-коммуникациями. Заходите на наш сайт www.ognensk.ru. В правом верхнем углу вы найдете зеленую кнопку «Задать вопрос гостю». Марина Викторовна, а какие же показатели должны быть у женщины, мужчины, у семьи вообще в целом, чтобы провести процедуру ЭКО? Согласно регламенту, который сегодня существует, супружеская пара, которая живет в течение полугода половой жизнью без использования предохраняющих средств и не беременеет, имеет право на бесплатную процедуру ЭКО. То есть каких-то специализированных, специальных диагнозов не нужно? Вы понимаете, как сложно сказать, нужно или не нужно, потому что любая пара или муж или жена не начинает обследоваться. И в любом случае ищется причина бесплодия. И если консервативные методы не помогают данной супружеской паре, то ей рекомендуется ЭКО. Мы с вами говорили о стимуляции, да? А возможно ли провести процедуру ЭКО без стимуляции гормонами? Да, безусловно. Возможно. Мы иногда пользуемся, у нас есть супружеские пары, которые говорят, мы против стимуляции, супергуляции, мы хотим в естественном цикле получить здоровый эмбрион. Но мы с вами уже говорили, для чего проводится стимуляция. Для того, чтобы как можно больше получить у женщины энциклеток, а значит, оплодотворить и получить большее количество эмбрионов. В физиологическом цикле мы такого не получим. Мы можем получить один эмбрион. Здоровый, хороший эмбрион. Но, тем не менее, к сожалению, только один. Марина Викторовна, я бы хотела еще поговорить об одной теме. Это сохранение репродуктивной функции у пациенток с онкологией. Расскажите, пожалуйста, как долго вы занимаетесь этим и какие вот успехи? Это очень серьезный вопрос, потому что у нас в России очень долго существовал приказ, по которому любой онкологический больной, даже если он перенес онкологический процесс в детстве, не имеет права иметь детей. В результате проведения комплексного лечения по поводу рака, как правило, страдает регенеративная функция. И мальчики становятся бесплодными, а у девочек полностью снижается функция яичников, и, к сожалению, энциклетка в них уже не созревает. Вот зная все это и много лет работая в онкологии, мы решили заняться вопросами сохранения фертильности у онкологических пациентов. Но ввиду того, что я вам сказала, законодательной базы не было никакой, и мы не могли сразу заниматься этим в клинике, мы начали с правовой базы. Мы дважды выступали на Комитете по здравоохранению Государственной Думы Российской Федерации, где нашему центру было дано эксклюзивное право заниматься этой проблемой, и потом начались наши исследования. Мы объехали очень многие клиники ЭКО, мы были и в Чикаго, и в Тель-Авиве, и в Брюсселе, и в Копенгагене, делились опытами с нами наши зарубежные коллеги, и потом мы, в общем-то, на один прекрасный момент поняли, что мы готовы. Сначала проводили опыты на животных, а потом уже начали и создавать наш банк потихоньку. Создали целую программу по сохранению репродуктивного здоровья у онкологических больных, опять утверждали ее в Министерстве здравоохранения, на Комитете по здравоохранению Государственной Думы. И потом уже реализовали эту программу сначала у себя в Федеральном радиологическом научном центре, а потом уже и в других онкологических центрах Российской Федерации. Сегодня мы создали первый в России и в мире тоже такого прецедента нет специализированный банк генетического материала онкологических пациентов. Сегодня там хранится более 2000 образцов биологического материала наших пациентов, и я бы хотела сказать, что они уже воспользовались этим. У нас есть пациенты, которые пережили срок онкологического риска после лечения заболевания, и пришли к нам с желанием иметь детей. В частности, женщинам мы трансплантировали сохраненную, неповрежденную яичниковую ткань во время лучевой терапии или химиотерапии. У нас даже есть уже здоровые дети, рожденные после этой технологии. Марина Викторовна, а расскажите вот нашим телезрителям, как же все-таки создается этот банк? То есть есть какое-то помещение, где очень много... Как это? Безусловно, у нас на территории нашего отделения есть специальное помещение, которое создано по регламенту Минздрава. Это Криобанк, в котором находится весь биологический материал наших онкологических пациентов. Это и яичниковая ткань, это и яйцеклетки, это и эмбрионы, это и, безусловно, сперматозоиды тех пациентов, которые поступали на лечение в онкологические учреждения Российской Федерации. Я хотела бы сказать, что нам сегодня звонят из ведущих учреждений города Москвы, Санкт-Петербурга, и наши эмбриологи выезжают на операции к молодым пациентам, желающим сохранить свой биологический материал, забирают этот материал и хранят его в нашем банке. Хранение биологического материала для онкологических пациентов у нас сегодня бесплатно. Поэтому, безусловно, наш банк очень активно пополняется, и я надеюсь, что так будет и в будущем. Марина Викторовна, хотела еще вам задать такой вопрос. В принципе, в будущем может ли быть такое, что подобный банк, например, появится и не только для онкобольных, а, например, для обычных людей, которые сейчас испытывают проблемы с зачатием. Ну вот, знаете, я имею в виду, ну смотришь какие-нибудь американские фильмы, да, там женщина открывает, которая хочет забеременеть, приходит в клинику, открывает какую-нибудь большую папку и начинает выбор, так, ну юрист, там судья, менеджер и выбирает человека для своего будущего потомства. Вы сейчас рассказываете о донорах спермы. Да, да, да. Да, безусловно. Ну, мы планируем создавать банк донорской спермы, но я хотела бы сказать, что сейчас в Москве их очень много, и в какой-то момент мы поняли, что близость Москвы нас в этом плане выручает. Может быть, нам нет необходимости создавать свой банк спермы, когда их около ста в Москве. Мы знаем, какие банки работают хорошо, у кого прекрасная сперма, и мы иногда своим пациентам просто рекомендуем обратиться. Это все доступно, никаких проблем в этом абсолютно нет. Хотя мы, безусловно, планируем создание своего банка донорской спермы. Марина Викторовна, к нам поступил вопрос, я его озвучу. Женщина пожелала остаться неизвестной. Женщина находится в браке 9 лет, но, к сожалению, до сих пор детей нет. Спрашивает, с чего нужно начинать свой путь к тому, чтобы воспользоваться ЭКО, потому что говорит, что ее отсылают из кабинета в кабинет. И также вам слова благодарности передают. Спасибо. Я хочу сказать, что, безусловно, по поводу бесплодия надо начать говорить со своим врачом-гинекологом. Врач-гинеколог должен сначала понять причину вашего бесплодия, потому что я уже говорила о том, что это очень многофакторный процесс. И если причина, которая будет установлена вашим гинекологом, не поддается консервативной терапии, тогда уже прийти к нам. Пожалуйста, мы всегда рады, мы открыты, мы принимаем каждый день. В этом у нас никаких проблем нет, а тем более для жителей Обнинска, где мы создавали свое деление, свою программу. Мы всегда с большой радостью всех принимаем. Марина Викторовна, какие возможные варианты сохранения фертильности у молодых женщин, у которых есть проблемы с онкологией? Для молодых женщин, кто, к сожалению, заболел диагностирован онкологический процесс и не реализована еще репродуктивная функция, мы можем предложить криоконсервацию эмбрионов, если у нее есть оформленные отношения и есть сперма супруга. Можем криоконсервацию яйцеклеток, пожалуйста, в этом проблемы нет. Криоконсервация яичниковой ткани. Это вот те методы, которые сегодня используются во всем мире. Я хочу сказать, что нам посчастливилось, мы были приглашены в Шанхай на международную конференцию по сохранению фертильности, экологических больных в том числе. И мы докладывали там свои результаты о том, что сделано, и нас пригласили даже вести целую секцию. Там мы представляли Российскую Федерацию и наш центр. И когда мы рассказали о том опыте, который есть у нас, оказалось, что самый большой специализированный банк сегодня в мире – это наш, для онкологических больных, кто хотел бы в последующем реализовать репродуктивную функцию. Сейчас еще я хотела бы, знаете, о чем сказать, что в мире ведутся большие дебаты о сохранении генетического материала у тех женщин, которые заняты бизнесом. Они прекрасно выглядят, у них очень много задач сделать карьеру. Но пока времени нет. Да, а времени рожать и детей, и создать те условия, о которых бы они мечтали сегодня для своих детей, они не могут. Они тоже вправе обратиться к нам или в любой центр, который занимается ЭКО. Пожалуйста, у них также будет сохранен генетический материал. И в последующем, когда у них уже может быть с возрастом, а может быть, не дай бог, в причину другим, по причинам у них будет снижен авариальный резерв, они могут воспользоваться здоровым генетическим материалом, который будет находиться в Криобанке. Марина Викторовна, продолжая тему, о которой мы сейчас говорили, вопрос от телезрительницы. Супруг ее работает во вредных условиях. И женщина спрашивает, можно ли сохранить биоматериал супруга? Однозначно. Однозначно можно сохранить. Пожалуйста, пусть приходит, мы все оформляем, специальные документы, договор на хранение. Вы прекрасно знаете, что во многих странах мира, так, например, в Соединенных Штатах Америки, в Израиле, если человек поступает на службу в армию, он обязательно сдает свою сперму на случай каких-то нештатных ситуаций, когда может быть нарушена его генеративная функция. Замечательно. Марина Викторовна, к сожалению, у нас остается пару минут, поэтому я предлагаю обратиться к нашему интерактивному опросу. «Поддерживаете ли вы включение процедуры ЭКО в программу ОМС?» 124 человек ответили, что да, и 38 говорят, что нет. Как думаете, почему 38 человек ответили нет? Ну, это очень, конечно, сложно, потому что на самом деле вот эта программа ОМС, она столько подарила радости людям, которые не могут заплатить 200-300 тысяч за рождение своего ребенка, что мне казалось, вообще-то не должно быть ни одного процента против. То есть, а процедура все-таки стоит… Процедура очень затратная. Государство взяло на себя основную массу затрат. Это и препараты, и сегодня экономическая ситуация непростая. И тем не менее, многие регионы даже датируют существующую квоту еще своей деньги. А существуют какие-то квоты, да? Существует определенная сумма, которая равна 113 тысячам на покрытие государственной программы по ЭКО. Но многие регионы, Московская область, Москва, они добавляли до 146 тысяч, там, Брянск, у них другие расценки. То есть, не пользоваться господдержкой сегодня, но я думаю, что это неразумно. Марина Викторовна, последний вопрос я успею вам задать. Какое развитие вы видите для своего отделения? Я думаю, что, безусловно, это новые технологии в решении тех проблем, которые возникают у людей с органами репродуктивной системы. Мы много занимаемся конструктивно-пластической хирургией молочной железы, гинекологических заболеваний, различными пластическими операциями при гинекологических заболеваниях. Ну и, безусловно, дальнейшее развитие криохранения биологического материала не только онкологических больных, но и людей, которые сегодня очень успешно делают карьеру. Спасибо большое, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Бесподобный получился у нас разговор, интереснейший. Марина Викторовна, но, к сожалению, время прощаться. Может быть, что-то пожелаете нашим телезрителям? Я хотела бы сказать, что вы должны всегда помнить, что если у вас возникают какие-то проблемы, мы всегда открыты, мы всегда вас ждем. Наше отделение называется «Новые медицинские технологии». Отделение расположено в клиническом секторе Медицинского радиологического научного центра. Нам всегда можно позвонить, у нас есть свой сайт, обратиться к нам на сайте, мы всегда ответим, и будем рады видеть вас с любой вашей проблемой. Приходите. Спасибо. Что ж, время прощаться. Нашим телезрителям я напомню, что в студии у нас была заведующая отделением новых медицинских технологий МРНЦ имени ЦИБа Марина Викторовна Киселева. Спасибо, что были с нами. Это была программа «Власть» и я, ее ведущая, Марина Янкина. Смотрите нас каждый вторник, четверг, 18 часов 30 минут. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова